Еще раз всех приветствую! Сегодня вторая часть видео с эспандерами Standard Gripper. Как я и говорил в первой части, ну чтобы очень длинно не делать видео, значит остались у нас более тяжелые модели. Соответственно это 4 кобальта, 3 титана и 1 вольфра. Начну вот с этого кобальта. Я его уже открывал, как я говорил в этом хорошем видео, поэтому, в принципе, просто я вот так транспортировал в эту бумагу, навернулся. И давайте сразу посмотрим на его примере параметра. Значит, извиняюсь, значит, пружина 745, соответствующая BIF Builder Elite Эспандером Уоррен Тейтинга или Captain's of Crash 3,5, то есть по диаметру это аналог пружины. Значит, расстояние 72,7, то есть ближе, скажем так, к Captain's of Crash. Тут у нас остатки пакета, пружинка у нас вот такая вот, значит, а, ну, диаметр навивки, как уже на всех показывал, у нас лицо стандарта 24 мм. Соответственно, несмотря на то, что по толщине ручек, по своей конфигурации, я имею в виду по расстоянию, там плюс-минус по глубине посадки эспандер, можно сказать, соответствует по диаметру пружины. Тройки с половиной, все-таки диаметр навивки немножечко побольше. На Captain's of Crash, по-моему, 23 или 22,5, что-то такое. Ну, то есть предположу, предположу, что здесь у нас будет, ну, где-то, наверное, возможно, 78-80 килограмм. Значит, следующий он идет, если не рассматривать никель, то следующий он у нас идет после феррума, хотя, может быть, и нет, слушайте, может быть, и нет. Ну, давайте смотреть. Скорее всего, наверное, я чуть-чуть неверно предположил. Я думаю, по-моему, нет, многовато для него 78-80. В общем, давайте смотреть. Честно говоря, сейчас не помню по памяти цифры, которые на сайте, насколько он заявлен. Ну, по-моему, легче, чем я предположу. Так, ну, как я и сказал, все так же мы замеряем. Особо тут сейчас не привязываюсь к точности выставления ручек. То есть, скажем, цифра для общей информации нагрузки. Вот сейчас ручка, наверное, немножко выше пойдет. Так, смотрим, что... Ну, напомню, что эспандер не прожат и не смазан. Так, 60 килограмм. Ну, наверное, да, восья здесь не будет. 70. 75,4. 75,5. Как бы говоря, первоначально. Довольно-таки плотно подвел. Так, ну, я запишу, наверное. Возможно, с ними там уже сам поэкспериментирую. 75,4. Попрожимаю, смажем. Возможно, килограммчик где-то да и уйдет. Ну, кстати, нет, более-менее ручки ровно подошли друг к другу. Друг над другом. Так что вот, такой эспандер. Первый кобальт. Будем числить примерно 75 килограмм РГЦ. В целом, конечно, разрыв получается, ну, если у нас там где-то, да, ферма на 63, если я сейчас не ошибаюсь. В среднем здесь 75, ну, 12 килограмм. Но есть как бы никели, да, которые немножко на примере одного видим, что могут заполнять это пространство. Ну, еще у нас, не забываем, осталось еще три кобальта. Возможно, будут еще легче или тешелее. Собственно говоря, буквально через секунду это мы с вами и узнаем. Так, на очередь у нас второй кобальт. Запечатан. И вот он у нас, скажем так, кобальт номер 2. Мне кажется, или только кажется, не, а глубина посадки примерно одинаковая. Так, ну, давайте здесь дополнительно мерить ничего не будем, только посмотрим расстояние между ручками. Так, у первого у нас была 72,5. Ну, здесь тоже самое, 72,4. Ну, я думаю, скорее всего, она и нагрузка будет примерно такая же, как и у первого. Эспандер кобальт. 76,2, немножечко потяжелее. Опять, довольно-таки плотно подвел. 76,2. Так, ну, повторюсь, это цифры у нас предварительные. Где-то, может быть, даст немножко усадка все-таки. Они, возможно, изменятся. Но пока, как бы, разница меньше килограмма. То есть, если бы совсем точно 800 грамм. То есть, что крайне существенно, причем, потому что эспандеры не смазаны и абсолютно новые. При том, что по конфигурации, по сути, абсолютно идентичны. Ну, здесь тоже, в принципе, довольно-таки ровно я его выставил с первого раза. Такой вот у нас кобальт номер 2. В принципе, скажем так, ничего необычного. Так, кобальт номер 3. Также запакован. Скажем так, прямиком из магазина Canon Powerworks. Так, что у нас здесь? Вроде бы, немножко, мне кажется, неравномерные ручки. Немножечко, вот это вот ниже, да? Так, ну, в остальном с пружиной все тут. Люфтов нету. Так, ну, расстояние. Опять 72,5. То есть, там 0,1 миллиметра произнесся. А так очень точно. Ну, очень точно. Ну, как бы это, я считаю, довольно-таки положительный момент. Когда в производстве присутствует такая точность. Значит, ну, я, конечно, говорил, что есть свои плюсы и в том, когда, скажем так, в рамках одной и той же модели эспандера нагрузки гуляют, потому что можно подобрать различные нагрузки. Но, как бы, когда ты знаешь, если ты, допустим, условно купил кобальт, ты знаешь, что он будет вот на, там, 75-76 килограмм, это тоже, как бы, довольно-таки неплохо. Как бы, у всего есть свои плюсы и свои минусы, как и везде. Кому-то, наверное, удобней и, возможно, привычней купать так, зная, что какую примерно нагрузку ты возьмешь. Ну, кому-то, может быть, интересней взять эспандер, и там будут какие-то неожиданные килограммы, которые находятся в определенном диапазоне. Так, ну, смотрим. 75-76. 74,8. Так. Нет, не пережал тоже, очень плотно подвел. Так, ну, 74,8 несущественно. 74,8. Ну, на 600 грамм легче первого. Да, получается, 74,8. Или на 1,4 кг легче второго. При одинаковом расстоянии. Ну, мне кажется, что смазка, усадка сделают свое дело, и разница будет, ну, максимум, там, в 500 грамм, возможно, может быть, в килограмм. Ну, почему-то, мне так кажется. Так, здесь тоже довольно-таки ровно подвел. Вот так вот. И остается у нас еще один кобальт. Четвертый кобальт. Также запечатан. Если честно, не помню, почему я взял так много кобальтов. Кстати, вот эспандер, который никель, оказался с биркой. Все, я пересмотрел там корзину. Да, действительно, я заказывал. То есть, никакая не ошибка. Я заказывал, просто забыл. Один никель я заказывал уже с биркой. Так, четвертый кобальт. И что-то мне подсказывает, что здесь у нас будет все то же самое. То есть, я так, наверное, понимаю, что в любом случае Canon их делает, ну, как бы, какими-то партиями. То есть, возможно, приходит какое-то количество пружин. Может, там, 50, может быть, 100. Делается какое-то количество эспандеров одной модели. Потом они не раз продаются. Возможно, когда придут следующие пружины, они, может быть, чуть будут отличаться. Может быть, будут чуть пошире. Может быть, чуть поуже. То есть, ну, в принципе, мы это уже, как бы, наблюдали. Вот, да, на пружинах феррума, из которых сделали никель, и на пружинах платины, из которого сделали медь, которые были довольно-таки узкие. Это, как бы, вроде как на сайте там заявлялось, что это была именно такая партия. Поэтому, я думаю, подобное может происходить и с другими эспандерами. Может быть, не в таких масштабах, я имею в виду по разбросу расстояния, но все же. Так, нет, этот эспандер, пошире, этот пошире, и, скорее всего, будет потяжелее, да? 74,3, то есть, практически на 2 мм он шире. Так, поставлю себе пометочку здесь. Предположу, что будет он пожестче. Кстати, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, в такие более ранние времена, эспандеры битбилдер элит. Вроде где-то они так и заявлялись по фунтам. Я сейчас не вспомню. Может быть, какую-то буду еще часть с этими эспандерами снимать. Посмотрю. По-моему, примерно они так и заявлялись вот на такие килограммы. Где-то в районе 75-77. То есть, потом уже были какие-то другие партии пружин, уже более поздних, где элиты там доходили до 85 килограмм. То есть, у меня есть эспандера с титановыми ручками. Ну, там, конечно, поглубже вклеена пружина. То есть, во-первых, она широкая, что не свойственно было, ну, как бы, в среднем для битбилдеров. И там нагрузка что-то под 88-89 РГЦ. То есть, ну, 75-89. Это большая разница. Вот. А более классические элиты, они, как бы, всегда, по-моему, да, и позиционировались легче, чем средние тройки с половиной. Вот. Поэтому, в данном случае, мы, скажем так, можем видеть примерно, наверное, да, по усилию диапазон более классических старых элит. Так, ну, возможно, здесь будет 77-78. Возможно. Ну, не совсем. 76,6. Ну, кстати, не сильно-то он ушел. И вот тот, который был на 76,2. То есть, разница в 400 грамм. Это тут даже, это может быть погрешность. Инстаграм. И вполне они могут быть абсолютно одинаковыми. Ну, если все-таки этот будет чуть пошире, возможно, возможно, из этих четырех, так, немножко, скажем, забегу на будущее, вперед, я, наверное, себе поставлю два. То есть, прожму, смажу, еще раз перемерю, и, наверное, оставлю самый легкий и самый тяжелый. То есть, если вот даже предположить, 74,8 самый легкий, 76,6 самый тяжелый. То, в принципе, где-то, я думаю, разница в практически 2 килограмма, это, ну, такой нормальный шаг при таком усилии. Поэтому посмотрим, насколько они там усядут. Перемерю по пару раз. Я думаю, где-то вот два из них будут с разницей примерно в 1,5-2 килограмма. Ну, в идеале, конечно, в 2. Вот. Ну, а два остальных, наверное, все-таки я куда-то реализую. Или продам, ну, или на что-то поменяю. То есть, смысла, честно говоря, не вижу держать у себя. Еще два дополнительных эспандера. Ну, тем более, точно такой же нагрузки и конфигурации. Так, ну все. С кобальтами закончили. Едем дальше. Так, ну вот мы и подошли к титанам. Первый, который я уже открывал. Так, ну, здесь такая вот пружинка, если честно, вот у нас, например, да, кобальт и вот титан. Она такая, более, скажем, серый оттенок имеет. Либо же, ну, возможно, как бы более синеватый. Вот это более коричневатый, что ли, не знаю, или более черный. Ну, в общем, немножко отличается. Немного отличается. И даже вот как-то или грубее, как-то смотрится, не знаю. Так, ну, это уже, да, здесь будет по-любому за 80, и я думаю, как бы не по 25-87. Так, ну, расстояние здесь чуть-чуть поменьше. 71,5 миллиметр. Так, титан. Смотрим пружину титана. И это у нас 7,77. То есть, грубо говоря, ну, можно ее называть 7,7. Это такая, ну, скажем так, более редкая, что ли, пружина, которая редко используется на каких-то эспандерах. То есть, если я не ошибаюсь, это только эспандер ворнат-этинга. Пружину 7,7 как бы я нигде не видел. То есть, это что-то промежуточное между тройкой с половиной и четверкой. Между, скажем так, GHP-8 и GHP-9. Если вот для такого более грубого сравнения. Значит, титан. Стандарт грипер. То есть, тут у нас все стандартно. 24 мм диаметр навивки. Так, ну, давайте смотреть. Опять, честно, сейчас не вспомню, что написано в таблицах Кэнона. Ну, я имею в виду средние значения или даже хотя бы заявленные. То есть, на сайте, естественно, есть как бы заявленные средние значения эспандеров. Я не посмотрел, но я думаю, в данный момент это не столь важно. но интересно посмотреть, какое будет что-то у меня тут. Интересно посмотреть, какое будет усилие фактически. так, ну, вот мы, собственно, сейчас это и сделаем. Титан. Ну, это уже такой серьезный эспандер, доступный для сжатия далеко немногим. Еще раз повторюсь, однозначно нагрузка будет за 80 кг. Я думаю, даже за 85. сейчас это узнаем точно. Узнаем точно. 86,3 кг. перезагрузка. Пережатия нет. 86,3 кг. еще такой момент, что, в принципе, те эспандеры, стандарт-дриперы, которые я до этого замерял, усаживал и проверял потом, самые жесткие это были, хотя бы в никель, да, на 78. Но эти уже за 80, поэтому, ну, заодно можно будет посмотреть, будет ли здесь большая усадка, чем на более слабых эспандерах. Так, ну, кстати, опять этот уже. Ну, в целом я, как я и говорил, то есть, чаще я выставляю ровно, чем неровно с первого раза. Вот, поэтому в этот раз тоже все довольно-таки ровно. Так, ну, далеко я убирать не буду, сейчас сравним как минимум цвет оттенок пружины с другими. Итак, титан номер два назовем его. Запечатан. Да, такой же оттенок пружины. такой серо- даже синевой, что ли, можно так сказать немного. Так, и вот, 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 вот этот, этот, что-то мне подсказывает, будет легче. Гораздо жестче чувствуется даже на старте. Так, интересно, интересно, возможно, будут два, скажем так, удачно отличающиеся по нагрузке экземпляра друг от друга. Так, расстояние. Так, ну, расстояние здесь 72 с половиной, побольше. Ну, не знаю, мне кажется, можно, конечно, ошибочно, но, как-то, вот, на старте именно этот помягче. слушайте, да, скрип эспонда не смазанный. Поэтому, на больших усилиях, я думаю, смазка все-таки чуть больше уберет. Так, наверное, как-то вот так. Так, давайте смотреть. Стандарт гриппер титан. Так, ну, вот уже предпоследние эспондеры линейки, практически все я замерил. Можно, так сказать, собрал для себя в коллекцию. Вроде как и набирает он. Может быть, на старте он такой, скажем, легенький показался. Нет, здесь будет. Ага, 90 килограмм полегче. Нет, тут не полезно. То есть, скажем, он выгодно отличается по нагрузке на другую сторону. Так, ну, очень плотно я подвел. Как бы, пережатия нет, но вот даже ну, листок в силу того, что накатка довольно-таки острая. Прямо это рвет. Ну, вот он проходит, там застревает. Ладно, не буду издеваться над листочком. 90 килограмм. То есть, разница вот сейчас такая. Скажем, практически 4 килограмма. Есть падение. ну, не знаю, видно там. Сейчас попробуем поймать пространство между элементами накатки. вот я думаю, наверное, вот так будет видно. Так, ну, собственно говоря, это, как я и сказал, уже не столь важно в данный момент. Ручки ровно друг на другом. Ну, давайте вот сейчас быстро посмотрим, будем пошире, произошло ли падение по расстоянию. Все-таки пружинка посерьезнее. то есть, эспандеры у нас, я не помню, сказал или нет, по пружине это Супер Элита Уоррна Теттинга Биф Билдер. Супер Элита Либо же эспандер Т8 такой еще делал Уоррн Теттинг. Были такие эспандеры с маркировкой Т8, ну, собственно, точно с такой же пружиной. Так, ну, смотрим расстояние. Ну, там 0,3 миллиметра несущественно. То есть, надо бежать под нагрузкой, смотреть, там будет более объективно. Ну, это еще раз к чему. Пружина довольно-таки стабильна. По крайней мере, по расстоянию. То есть, смазочка здесь, возможно, повторюсь, сделает свое дело еще. Но, пока вот так вот. Два эспандера с разницей в практически 4 килограмма. Положим его сюда, чтобы не перепутать. И переходим к следующему. Третий Титан также запакован. Ну, хочется мне верить, что он будет легче 86. Было бы, конечно, интересно, чтобы он был в килограмме на 83. Может, 82. Не знаю, бывает такое или нет. Я думаю, что бывает. Так, ну, тоже. Такая же пружинка. Такая. Серая, голубоватая, серо-синяя. Так, расстояние, мне кажется, такое же. 72. 72.5. Я думаю, вполне можно записывать именно так. Витки плотно друг к другу находятся. Никаких люфтов нет. Ну, вряд ли он будет легче. Давайте посмотрим. я думаю, что он, наоборот, будет туда. Торно 90 смотреть. Так, такой у нас третий спондер. Третий титан. 80-75. тоже плотно подвел 87 с половиной килограмм чуть меньше килограмма он тяжелее чем первый замеренный все-таки как бы сам узкий и он оказался полегче поэтому возможно они будут плюс-минус одинаковыми если разница будет килограмм не знаю буду ли оставлять однозначно ставлю самые тяжелые и самый легкий однозначно встретим подумаю как поступить ну вот еще кстати вот еще раз пример насколько близко подобным устройством в принципе сотни раз сделано можно подводить ручки скажем так не оставляя никаких зазоров никаких вопросов и никаких условностей которые скажем так никому не нужны все равно друг на другом так ну ладно расстояние мерить не будем остается у нас крайний эспандер сегодняшнем видео и собственно говоря в той партии которая мне пришла не распакованный самый тяжелый линейки вольфрам так но это мы снимем это w вольфрам и и по моему он по-английски да это правильно про значит а оно обозначается в периодической таблице вольфрам и здесь есть маленький люфтик потом слышим ну скажем так немножко возможно неприятно но ничего страшного принципе спандер больше естественно коллекционный чтобы такую закрыть далеко это не каждому подсеку даже на годы за годы упорных тренировок там немножечко даже осталось стружечка у нас на что не повлияет но лучше уберем так такой спандер самый тяжелый на данный момент линейки так как есть информация что не то что есть информация сам канон мэтт канон говорил что в течение лета ну собственно грязь осталось вместе с небольшим появится еще один спандер если не ошибаюсь chrome ну я так думаю предположительно на пружине от билдера про то есть там у нас что-то около 84 по моему миллиметр а это же пружина у нас 7 и 9 8 называемая восьмерка так уже конечно 7 и 9 если мы совсем точным ghp 9 биф билдер гранд элита либо же как носов краж номер 4 значит расстояние небольшое небольшое 78 значит и с учетом расстояния с учетом посадки пружины которая но не скажу что глубокая даже немножко так выделяет что она повыше находится думаю что здесь будет даже не знаю что предположить ну может быть 95 97 давайте спрогнозируем так как будто самом деле сейчас увидим усилие у нас да у гранд элита очень разные вообще бывают то есть там грубо говоря от 85 до 100 двух даже килограмм бывает разбросу гранд элит вот может попробовать его исправить но то есть чем толще проволока пружины есть когда используют такие крепления тем чаще на более толстой проволоки может возникать подобный изъян так о чем я разбился смысле значит ghp 9 у нас да там 95 за 95 ргц также четверки 95 уже на данный момент то можно сказать даже как бы легкие средние до 100 бывают и даже немного за 100 еще раз повторюсь судя по расстоянию и глубине посадки плюс диаметр навивки я думаю 95 97 упадет на в этот диапазон ну давайте смотреть не забываем что пружина не смазана проволока проволока толстая эспандер не прожат 70 килограмм 80 килограмм 90 нет я ошибся 91 с половиной килограмм пережатия нет и это у нас сегодня что полтора килограмма больше чем чем вот откуда там 7 7 7 9 пружина разница полтора килограмма и опять все равно друг на другом никаких зазоров максимально объективные показания либо показатели так ну собственно говоря все эспандеры таком назовем так как ознакомительном режиме замерены общая картина ясна единственное мне теперь будет интересно насколько буду давать усадку по расстоянию по килограммам эти более тяжелые модели то есть кобальты титаны и вольфрау значит после смазки прожатие это я проверю и так же как и обещал в данный момент этого видео еще не будет и его еще не снимал немножко еще поэксперимен поэкспериментирую с никелями с никелями как минимум с теми которые сберками то есть вроде как должны были 30 раз прожаты насчет смазки не знаю но и замерены там вы видели что с замерами немного так сказать есть определенные некорректности поэтому кому интересно следите возможно чуть позже видео войдут возможно нет но пока на этом заканчиваем тут особо больше сказать ничего линейку я себе полную повторюсь еще раз собрал есть повторки которые возможно после всех этих манипуляций окончательных замеров я может быть продам если кому то интересно можете написать либо же выставлю их на авито на этом все видео заканчиваю надеюсь понравилось всем спасибо за просмотр до новых встреч и пока